Сегодня, 30 марта, Церковь вспоминает преподобного Алексия, Человека Божьего, преподобного Макария Калязинского, святителя Патрикия, просветителя Ирландии, священно-мученика Виктора Киранова. Сегодня завершается Святая Четыридесятница, и на богослужение звучит молитвенная просьба Господу. Окончив полезный душе сорокодневный пост, мы просим человека любец дать нам увидеть и святую неделю твоих страданий, чтобы в течение ее прославить великие дела твои и твое несказанное о нас попечение. Великий пост из индивидуального личного подвига воздержания и перемены жизни переходит в подготовку к вхождению в Иерусалим. Оно предстоит каждому верующему вместе со всей Церковью. Но каждый по-своему будет переживать и чудо воскресения Лазаря, и ликование входа Господня в Иерусалим, и обретение причастия Евхаристии на Тайной Вечере, и все другие скорбные и великие события Страстной Седмицы. И все для того, чтобы, подобно женам-мироносицам, найти камень отваленным, а гробницу пустой. В эти дни внешний мир становится как бы нереальным. Порою неизбежные соприкосновения с ним причиняют почти физическую боль. Святая Четыридесятница открылась воспоминанием падения Адама, а заканчивается воскресением Лазаря. Так и верующие начали пост с оплакивания своих грехопадений, а заканчивают его духовным воскресением от смерти греховной. Постный подвиг помог отложить в сторону все, что в суете жизни заслоняет главную цель нашей веры, надежды и радости. С дерзновением церковь молит Господа приобщиться к страстям Христовым, чтобы прославить его величие. Преподобный Алексей жил во второй половине четвертого начале пятого века. Его родители были знатными римлянами. Алексей рано решил оставить мир, но ему нашли невесту. После обручения он отдал ей перстень, тайно ушел из дома и отплыл в Месопотамию. Алексей поселился в Эдессе, роздал все, что у него было нищим, и стал просить милостыню на паперте храма Пресвятой Богородицы. Питался он хлебом и водой, а все лишнее раздавал немощным и старикам. Он прожил так 17 лет. Но однажды Пономарю в церкви было видение. Сама Богородица попросила ввести в ее храм человека Божия, достойного Царства Небесного. Пономарь не понял, о ком речь, и снова был глаз от иконы, указавшей на нищего на паперте. Не желая никакой славы среди людей, Алексей покинул Эдессу. Он оказался на родине в Риме, и неузнанный поселился в доме родителей. Те горько скорбели о пропавшем сыне. 17 лет Алексей прожил с ними рядом, молясь о родных. Лишь в предсмертном письме он признался, назвал свое имя и попросил прощения у близких. Мощам святого Алексея можно поклониться в Риме, в церкови святого Ванифатия. Житие святого Алексея, человека Божия, всегда было одним из любимых на Руси. Алексей родился в семье знатных римлян в IV веке. Он рано решил оставить мир. Но родители уже нашли юношу невесту. В день обручения он отдал ей свой перстень, простился и тайно ушел из дома. Долгое время Алексей жил при храме Пресвятой Богородицы в Эдессе. Он стал простым нищим и больше всего радовался тому, что слуги, искавшие юношу, не узнали Алексея и подали ему милостыню. Однажды Богородица явилась по наморю храма и указала на нищего на паперте, как на человека Божия, достойного Царства Небесного. Так многие узнали о праведнике и стали почитать его. Алексей, избегая славы, вернулся на родину. Его не узнали и разрешили поселиться в уголке отцовского двора. Алексей тяжко страдал, слыша плач родителей и невесты. Перед смертью он написал им письмо, где молил о прощении. В день кончины Алексея в соборной церкви служил литургию римский папа Иннокентий, присутствие императора Гонория. Во время службы из алтаря раздался чудесный голос, который повелел «Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе», и указал на дом родителей Алексея. От мощей святого Алексея не раз совершались исцеления, а по молитвам к нему верующие часто получали помощь и утешение. Преподобный Макарий Калязинский в миру Матфей родился в 1400 году близ города Кашино. Его родители и супруга рано скончались, и Матфей смог исполнить желание своей юности и принять монашеский постриг. Он недолго прожил в монастыре и, получив благословение, ушел вместе с семью иноками в глухие места вблизи Волги. Там Макарий основал пустынь. Владелец земли, боярин Иван Каляга, стал опасаться, что иноки начнут обрабатывать землю. Он даже замыслил убить Макария, но внезапно тяжело заболел. Каляга раскаялся, просил прощения у монаха и сам отдал обители часть угодий. Молва об этой удивительной истории быстро разошлась, и к пустыне потянулись жаждущие спасения и духовного руководства. Впоследствии Макарий был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Недруги, глумясь, называли игумена Макария «калязинским мужиком». Впрочем, сам игумен охотнее слушал про себя насмешки, чем похвалы. При жизни преподобный Макарий получил от Господа дар исцеления душевных и духовных недугов. К лику святых его причислили в 1547 году. Святитель Патрикий больше известен нам как Святой Патрик, хотя на самом деле при рождении он носил совсем другое имя. Будущий миссионер родился в конце IV века в Британии, в знатной кельтской семье. Мальчика звали Магон. Его род занимал высокое положение при завоевателях римлянных. Родители Магона были христианами и крестили сына. Но он оставался далек от веры. Мальчик не знал ни в чем отказа, вел беспечную и разгульную жизнь. Когда ему было 16, на родовое поместье напали ирландские пираты. Магона захватили в плен и продали в рабство. Куражась над знатным британцем, хозяин дал ему кличку Патрикий, то есть Патриций, вельможа. Пережить все тяготы и унижения Патрикию помогла молитва. Шесть лет провел он в Ирландии. Но это были не только годы страданий, но и время духовного роста и предстояния перед Богом. А потом Патрик решился на побег. Он обрел свободу, но оставил себе имя раба. Каждый день она напоминала Патрикию о том, какое чудо сотворил с его жизнью Христос. В 432 году Патрикию было откровение от Бога вернуться в Ирландию с проповедью евангельской вести. Это было трудное решение, но Патрикий исполнил предначертанное. Ведь, по его собственным словам, Бог давно уже победил во мне. Шесть лет он был в Ирландии рабом, а потом 60 лет проповедовал этой земле Христа. В IV-V веках ирландские пираты наводили ужас на Британию и Европу. Ирландию называли Разбойничьим островом, но уже через сто лет эту землю переименовали в Остров Святых. И все благодаря трудам и подвижничеству святого Патрикия. Он родился в конце IV века в знатной британской семье. В юношеские годы попал в плен к ирландским пиратам. Шесть лет провел в рабстве. И хотя родители Патрикия были христианами и старались также воспитать и сына, свою веру он выстрадал и обрел именно в годы плена. После удачного побега Патрикий некоторое время жил в Галлии, современной Франции. Но однажды ему было откровение. Господь посылал Патрикия обратно в Ирландию на проповедь Евангелия. Вместе с несколькими спутниками Патрикий высадился на диком берегу. Ему было сорок. Шестьдесят лет он странствовал по Ирландии, проповедуя Христа. Ему пришлось столкнуться с коварством местных вождей, злобой жрецов-друидов. Но у Патрика появились и первые ученики, верные последователи. По преданию, однажды святой объяснял в своей проповеди великую тайну единого божества в Святой Троице. Для наглядности он сорвал трилистник клевера и поднял над головой. Так этот зеленый листочек стал ирландским символом Святой Троицы, а потом и всей Ирландии. На православных иконах святителя Патрикия также принято изображать в одеждах зеленого цвета, в память о Святой Троице. В IV-V веках святитель Патрикия или Святой Патрик стал символом Ирландии, хотя сам даже не был ирландцем. Патрикия родился в соседней Британии, которая уже более трех с половиной веков находилась под владычеством Рима. Завоеватели принесли туда античную культуру, философию и науку, а христианские проповедники весть о спасителе, распявшемся за грехи людей. Ирландия была землей враждовавших кланов, жрецов-друидов, которые не гнушались и человеческими жертвоприношениями. По слову Господню, Патрик отправился туда на проповедь. Сохранились два труда святого о его миссионерской деятельности. Это исповедь и письмо к вождю Коротику. В них святитель предстает перед нами как живой человек, со своими сомнениями о недостоинстве, переживаниями за учеников. Но он не боялся следовать своей цели, спорил с друидами, увещевал вождей, вдохновлял и утешал простых людей. Однажды вся местная знать собралась в доме короля Лойгайре, чтобы встретить первого мая Бельтейн, начало лета. Главным символом торжества были очищающие костры. Первый огонь должен был загореться в королевском доме. Именно в эту ночь Патрик отпраздновал Первую Пасху на Ирландской земле. Он зажег костер в честь воскресения Христова на вершине горы, прямо напротив королевского дворца. Лойгайре в гневе приказал убить дерзкого проповедника. Но один из друидов, прозревая будущее, сказал королю, это пламя вскоре разгорится по всему острову и станет выше языческих костров. Тогда король призвал к себе Патрика, и тот вдохновенно и пылко проповедовал Евангелие. Пораженный Лойгайре велел с почестями отпустить Патрикия, но тот отказался от королевских даров. Вскоре и король, и друид, произнесшие пророчества, приняли христианство. Всего через 50 лет после начала миссии Патрика христианство окончательно укрепилось на землях Ирландии. Священный мученик Виктор Киранов родился в 1881 году в Таврической губернии в семье священника. Его предки были болгарами, которые бежали в Россию, спасаясь от турок. Виктор принял духовный сан. После революции он служил в Бердянске, был настоятелем Вознесенского собора, а после его закрытия настоятелем Покровской церкви. Храм этот остался единственным действующим в городе. Отец Виктор дал в нем приют всем тем священникам, которые остались без приходов, но хотели служить Господу. Протеерей завел кассу для поддержки малоимущего духовенства и семьи арестованных священников. В 1936 году власти решили разрушить храм, чтобы из кирпича сложить здание школы. На приходское собрание пришло почти 4000 человек. Присутствовавшие единодушно протестовали против уничтожения церкви. Выступления не помогли. Храм закрыли, а священников арестовали. Протеерея Виктора приговорили к 8 годам лагерей. Он скончался в 1942 году в Темниковском лагере, находившемся близ Саровской пустыни. Виктор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»